Так приятно осознавать, что крымчане неравнодушны к тому, в каком состоянии земля, по которой мы ходим, которая нас радует, которая нам дарит свои вот такие вот красоты. Действительно, это очень важно, что люди адекватно реагируют, подходят к этим вопросам, и их, как правило, становится больше. Кстати, что же ими движет, вот сейчас мы и узнаем. У нас в гостях Александр Дубовик, лидер общественной инициативы СтопХлам Крым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей меня зовут. Прошу прощения. Сергей Александрович, вот очень интересное название СтопХлам Крым. Сразу же хотим спросить, что это? Расскажите, пожалуйста, чтобы мы и наши телезрители могли понимать. Доброе утро. СтопХлам Крым – это общественная инициатива, лидером которой я являюсь. То есть у нас группа специалистов, неравнодушных к экологии в Крыму. То есть мы боремся с несанкционированными свалками, помогаем структурам, так скажем, вовремя вывозить мусор. Работаем над тем, какие можно построить системы переработки, строительства полигонов. Ну, то есть полный цикл – это вот наше направление. Я вот уже предчувствую, нас наверняка смотрят волонтеры, которые, может быть, пока что маленькими группками заботятся об экологии полуострова и хотели бы как-то масштабнее это все делать. Как же им вот найти вас, как присоединиться, попасть в ряды? Ну, мы открыты для всех. У нас есть сайт, называется он stophlamkrym.rf. На сайте есть почта, номер телефона, есть ссылки на соцсети, то есть можно войти в группы, присоединиться, участвовать, писать нам, где есть какие проблемы, а мы будем помогать их решать. За последнее время чем занимались, какими районами, какие это были города? Ну, мы занимались Симферополем непосредственно, вот Каменская свалка, мусороперерабатывающий завод. Нас приглашали жители города Саки помочь решить вопрос слива сточных вод в грязевое озеро. Вот мы там, в принципе, поработали. Четыре месяца добились того, чтобы слив прекратился, чтобы наложили штраф на ту организацию, которая сливала. Вот, и это очень большая работа. На самом деле жители города Саки нам очень за это благодарны. Расскажите, пожалуйста, вот о последствиях. Вот слив, да, в озеро, в каком состоянии озеро находилось? Ну, дело в том, что Сакское озеро, оно поделено на семь бассейнов, и есть бассейны, которые собирают пресную воду, есть бассейны, которые были построены изначально как техногенные сооружения для канализации и так далее и так подобное. То есть то озеро, которое является непосредственно грязевым, в него сегодня уже слива нет. И это главное, наверное. Это главное, да, что сохраняется его экосистема. Скажите, пожалуйста, а вот 21 сентября акция, да, стартует. Расскажите подробнее, чтобы мы могли знать. 21 сентября в России пройдет Всемирный день чистоты. К этому дню, значит, приурочная акция «Сделаем», которая стартовала еще в 2008 году. Один неравнодушный эстонец устал наблюдать за стихийными свалками. Семь месяцев они готовились, 3 мая 2008 года в Эстонии вышло более 50 тысяч волонтеров, и за один день они убрали всю территорию Эстонии от стихийных свалок. Вот с этого времени акция начала набирать популярность, и сегодня более 150 стран участвуют в этой акции. И Россия в том числе, и Крым тоже присоединился. Но вот насколько я понимаю, в этот день, 21 сентября, по всему миру, в России, в Крыму, да, проходит массовая уборка мусора. Интересно узнать, какие еще мероприятия проводятся, потому что, ну, как мне кажется, важно же, наверное, общаться и с людьми, доносить какую-то информацию до них, популяризацию, вести вот этого образа жизни. Проводится ли такое? Да, конечно. Основная цель акции – это не просто выйти и организовать субботник. Основная цель акции – это донести до населения, что, во-первых, очень важен раздельный сбор мусора, вот, и второе – это сохранение чистоты. То есть субботники проводить можно, согласитесь, каждую субботу. Конечно. Но если мы будем осознанно сохранять чистоту, то этого делать не придется, это облегчит нам всем жизни, мы сохраним хрупкую структуру экосистемы, которая у нас есть. У нас все-таки курорт, к нам едут люди, и очень важно, чтобы везде было чисто. Скажите, а планируете какие-то вот еще проекты или акции в ближайшее время? Возможно, есть уже в планах, в целях? Мы, как организация «Стоп-хлам Крым» работаем над этими вопросами каждый день. И нам каждый день пишут люди, звонят, обращаются. То есть мы, в принципе, занимаемся этим ежедневно. А такие крупные глобальные акции, они не могут проходить часто. Почему? Потому что это ресурс. Вот, допустим, на сегодняшний день в Крыму в акции участвуют 7 городов, 81 сельское поселение, 12 районов. А что это за города? О каких городах речь? Все города, которые есть в Крыму, все, без исключения. Все. Без исключения. И уже почти 8 тысяч волонтеров у нас, около 700 мест уборок зарегистрировано. То есть мы вот сейчас стартуем, и, грубо говоря, на весну мы хотим провести уже более масштабно. Сергей Александрович, спасибо большое. К сожалению, время подходит к концу. Мы благодарим вас за информацию, очень полезно, интересно. Напоследок можно сказать пару слов? Давайте. Хочу пригласить всех жителей полуострова принять участие в этой акции, навести порядок в своем родном крае, не надеяться на кого-то, и сохранять ту чистоту, которая будет у нас уже 22 сентября. Огромное всем спасибо. Спасибо. Дело хорошее, говорите убедительно. Возможно, мы с Ириной тоже к вам даже присоединимся уже в эти выходные. Ну, а я хочу напомнить, что в гостях у нас был Сергей Дубовик, лидер общественной инициативы «Стоп-хлам Крым». Ну, на этом мы не будем останавливаться. Будем надеяться, что ваша деятельность войдет в историю.